Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбаба и мы начинаем с вами проходить дополнение для Railway Empire в Великобритании и Ирландии. Игра вышла 14 числа, у меня к сожалению не было возможности записывать, поэтому серия выходит только сегодня. Спасибо за понимание, надеюсь вы ждали. Давайте начинать. Итак, транспортная революция с 1830 по 1850. Последние годы развитие промышленности достигло впечатляющих масштабов. Дороги и водные пути перестали справляться с возросшими потребностями промышленных центров и на сцену начали выходить первые паровозы. Революцию в транспорте начали несколько инженеров и предпринимателей из Соединенного Королевства. Ну что ж ребята, давайте начинать. Не забывайте ставить свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых серий. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Итак, у нас начальный капитал 800 тысяч, начальный город Ливерпуль, конкурентов трое, уровень средний, дороги реалистичные, режим паузы обычный. Сама компания уровня среднего. Поверь, я тебя не разочарую. Хочешь поспорить? Мошенница. О, в каком костюмчике она, ты только на это посмотри. А, и мы будем играть только ей. Все понятно, я выбрать не могу. Значит, красноречие аукционно на 30% дешевле. Притягательность. В три раза больше заявок на работу от шпионов. Нужно ли нам еще временно разуме? И враг прогресса. Вы получаете на 70% меньше очков новаций. Триша Джонс. Компания называется Magic Trains. Поехали. Стефенсен. Роберт Стефенсен. Рад знакомству. Вероятно, вам известно, что я обладаю определенным опытом в конструировании паровозов и управлении ими. С нетерпением жду нашей совместной работы. Недавно была проложена самая первая железнодорожная ветка между Манчестером и Ливерпулем. К сожалению, пока только лишь на бумаге. Давайте же воплотим в жизнь эти планы. Ну, давайте, я не против. Ливерпуль и Манчестер. Так, но здесь как-то слишком мост не нужен, нам кажется. Так, 4% уклон. Два моста здесь нужны по-любому. А, два моста. Один мост. Один мост. 4% уклон. Можно попытаться сейчас немножко его поднять, чтобы не было моста, да? Ой, вернее, уклон чуть был получше. Ну вот, смотри, 3% да, и мост сократился. А так уже мост появляется дополнительно. Нет. Ну хорошо, значит, строим первая дорога. Для этой ветки мы наконец-то сделаем железную дорогу достоянием широких слоев населения. Однако, похоже, что общественность, как и инвесторы, все еще настороженно относятся к этому предприятию. Но все изменится, как только мы построим больше прибыльных линий сообщения. Так, больше прибыльных линий, это пока подождим. Для начала надо просто построить, чтобы уже все было. И посмотреть, значит... Ну, примерно вот тут вот я поставлю башню. Что за создание? Достигните среднего баланса в 4500 хотя бы 8 действующими путями. А, так мне 8 путей надо будет создать, да? Ну, смотри, значит, в Ливерпуле есть мясо. Здесь есть яблочное вино. Нужны здесь яблоки. Здесь у нас делается ветчина. Свинина нужна. Интересный момент. Так, свинина нужна. Ну, вот свинина, допустим, у нас вот здесь вот есть. Яблоки здесь. Они где ближе? А вот яблоки, кстати, есть. Неплохо. Свинина. Ну, я предлагаю построить склад и там, и там. Да? И возить свинину сюда, а сюда возить яблоки. Но сначала надо будет еще пустить сначала товарняк и пассажирский обязательно. Как бы без этого. Добавить локомотив. О, рокет. Товарно-пассажирский. Скорость 22 км в час. Ничего у нас не доступно, потому что ничего не прокачано. Настроить путь. Только пассажиры отсюда, сюда. Поехал. И добавляем еще один локомотив. Только грузы отсюда, сюда поехал. Замечательно. Теперь надо будет поставить сейчас... А, нам нужно 8. Так, так, так. Вот это уже момент интересный. Среднего баланса в 4500 хотя бы с 8 действующими путями. Ну, во-первых, наверное, давайте мы... А, ну здесь смысла нет соединяться с Рексом, потому что здесь тоже производится ветчина. Ну, как бы городов получается у нас 4 всего, да? Здесь тоже делается, понятно. Пивасик. Просто если я построю склад, это не будет приносить никакой прибыли. Вот что плохо. Я думаю, пока тогда нам с вами станцию расширить, да, до двух полос. И на эти полосы привозить сюда свинину, сюда, допустим, яблоки те же самые. Или случилось здесь соединиться с городом. Манчестер и Рексом. Сюда возить тоже пивасик. Сюда, кстати, можно будет возить пассажиров. Давай опять же, наверное, начнем с маленькой станции. Здесь только пассажиры, да, поэтому, скорее всего... Что-то как-то слишком дорогой у нас выходит мост. Блин, за 139, офигеть. Нельзя никак его сократить. 124. Ну, только получается как-то так. Два моста по-любому надо. Здесь просто на возвышенности стоит. Ну, хорошо. Ну, наверное, пока только один будет у нас с вами путь. Поставим, значит, здесь семафорчики. Здесь ожидающий. И здесь. Поставим примерно где-то здесь одну башню. Только пассажиры отсюда сюда поехал. Так, это, получается, у нас с вами будет 3, да? До какого, кстати, года? До 32-го? В 4,5 тысячи требуется, да? 11. Так, он, получается, должен туда-сюда смотаться, чтобы получить награду, да? Здесь 16. Здесь пока нельзя. Можем соединиться только вот здесь. Давай тогда строить здесь станцию. И здесь тоже будет только один путь. Второй пока не нужен. Что за фигня? Ну-ка, подними. Вот так вот. Маленький мостик. Здесь мост зачем? Здесь мост не нужен. Ну, и здесь, в принципе, все хорошо. Пути просто такие дорогие получаются. А так, в принципе, неплохо. Значит, сюда. Сюда и башню вот сюда. Проводник появился. Можно будет взять проводника. Отсюда. Сюда поехал. Так, ну и пока никого. В итоге у нас пока только 4. Пока 4. Здесь можно будет возить и будет 5-й. Да? Это вот сюда возить яблоки 6-й. Свинину сюда возить 7-й. И сюда возить 8-й. Это все, конечно, это все, конечно, хорошо, но надо будет тогда станции расширять. В идеале, конечно, было бы лучше построить склады, но так как нам нужно с вами получить прибыль, поэтому придется возить именно в город. Для того, чтобы расширить станцию, 60 тысяч, а на постройку новой 40. Ну, значит, тогда будем строить одну станцию вот здесь. 2-ю станцию. А, не хватает денег, ладно. Придется подождать. Придется подождать. Они просто медленные. 3.600, кстати, Ливерпуль-Манчестер. Как интересно. Не 4.500. Ни одного пока нет. Остальные пока тоже молчат. 3.200. Разгружается. Загрузился. И что? 4.300. Блин, ни одного нет, представляешь? Надежность поездов. Давай тогда вот тебя возьмем и будем тогда тебя укомплектовывать. 4.300. Ни одного пока еще нет состава. 4.300. Мы с вами накопили еще на одну станцию. Так. Ух ты. 70.000 будет стоить у нас с вами дорога. При том, что у нас еще нет ни одного этого. Ни одной станции ТО. Скорее всего, потом пойдет какое-то, знаете, задание по развитию. Говядина. Вообще нужна... Нужна ячмень, да? Нужна свинина, рыба, яблоки. Ага. Яблоки тоже сюда как бы нужны. Строим дорогу. Строим семафорчики. И нужна будет одна башня. Тридцатка надо будет на башню. Можно, наверное, взять какие-нибудь эти облигации на 253.000. Почему бы и нет? Одни возьмем, чтобы быстрее нам тут развиваться. Башню, наверное, поставим где-то вот тут по центру. Потому что мы сейчас будем пускать второй путь вот сюда. От яблочной фермы. Здесь же яблоки тоже нужны. Да, яблоки, по идее, еще туда нужны. Но яблоки, наверное, отсюда поедут. Яблоки, наверное, поедут пока отсюда. Так, строим маленькую станцию. Отлично. Вот здесь вот так. И здесь вот так. 40.000. Пока берем. Тогда вот здесь ставим семафорчик ожидающий. Здесь туда тебя снести. И здесь ожидающий. Пока по одному пути придется. Добавляем локомотив. Вагонов никаких нет. Настроить путь отсюда. Сюда. Поехал. Так, здесь у нас пока никого нет. Тоже, значит, покупаем локомотив. Так, я купил, по-моему, да? Да. Отсюда сюда поехал. Так, у нас появился шпион. Шпиона можно будет куда-нибудь, наверное, заслать. Ну, пусть будет Беатриса фон Шик. Допустим. Так, дальше. Дальше надо будет здесь тогда построить склад в Ливерпуле. Сюда возить свинину, сюда возить рыбу, сюда возить яблоки. Ну, блин, ну, по идее, лучше склад. Но пока я не выполню это вот задание, я не могу дальше. У меня уже три. Три пути, которые приносят больше 4,5 тысяч. Да, это вот скорый. А где же три пути этих? Крытый вагон. Отлично. Получили крытый вагон. За перевозку грузов на 8%. Неплохо. Среднего баланса. А, средний баланс надо. О, блин. Ясно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А пока только у нас четыре. Эти пока еще не приехали. Ну, и здесь, получается, надо будет еще поставить две станции. Я думаю, наверное, вот здесь вот. А там все-таки я поставил лучше склад. Так, здесь. Здесь. Ну, и сама дорога. Примерно вот так вот. 81 тысяча. Я не знаю, если бы... Вот так тут мост, может быть, сократить. 75 тысяч. Не особо много, да? Ну, 67 тысяч. Ну, вот так хотя бы будет получше. Там накопить будет не так что и сложно. Magic Trains. Новый связь. Соединено 9 станций. И сюда все-таки хочу построить склад. Значит, покупаем. Здесь поставим семафорчик. На башню пока не хватает. Сейчас подкопим быстренько. Здесь пока места хватает. Здесь тоже пока хватает. Саботажник один, но он мне не нужен. Я пока саботаж делать не буду. Так, на башню хватает. Где-то здесь поставим ее по центру. Ну, и, в принципе, можно бы отпускать локомотив. Так, с яблоками поехал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь всего лишь. Нужен еще один. Уже пять получается из восьми. Нужен еще один. Нужен еще один. Пшеницы здесь нет. Рыба, кстати, есть. Но, в принципе, я могу, наверное, здесь уже построить склад, как и планировал. Сюда возить тогда рыбу и яблоки. С крышками пока не знаю. Пока посмотрим. Двести тысяч надо будет на склад. Но накопить, мне кажется, это будет несложно. У нас уже, получается, средняя прибыль есть. Пока только пять у меня со средней прибылью. Хотя деньги приносит уже шесть. Если у вас возникнет необходимость в средствах, вы всегда можете выпустить облигации, чтобы дать толчок своим начинаниям. Ну вот, он говорит о том, что пора брать облигации. Разумеется, что облигации обязательно нужно погашать. Но как только люди почувствуют вкус к железной дороге, прибыль потечет рекой. Намекает даже, типа, на том, что возьми еще облигации. Ну, давай возьмем. Давай еще возьмем и... Закон о переселении индейцев. Начало переговоров с племенами. Хорошо. По поводу склада все-таки надо будет подумать. Конечно, в идеале лучше бы поставить склад. Наверное, я так и сделаю. Я построю склад. Все-таки... Станция тут есть. Поэтому я просто сделаю вот так вот и ответвление. Да? Ну и, наверное, вот сюда пока. Дальше, значит, сюда заворачиваем. Один мостик есть, да? Здесь этот мост нам не нужен. Так, ну смотри, 99 тысяч. Здесь вроде мостов ничего нет. Мост только у нас получается один вот здесь. И уже будет сразу путь на склад. Я думаю, наверное, мы так и сделаем. Только вот на какой путь лучше пустить? Да ладно. Вот сюда еще перенесем. Покупаем. Покупаем. И нужна башня. Так, здесь надо указать эту свинину максимально. Ну и здесь надо бы поставить тогда семафорчики. Здесь ожидающий, здесь ожидающий, тут ожидающий снести. А что, тебя нельзя снести? Ты завис? Во, можно. Хорошо. Добавляем локомотив. Так, поехал со свининкой. По идее, сейчас надо бы нам с вами заняться тем, чтобы поставить эти... Станции ТО везде. На складе, в Ливерпуле, в Манчестере, в Рексиме и здесь у нас где-то в Хале. Пока только 6 путей у нас, которые приносят доход, да, средний. Пока в минус. Здесь тоже пока так еще и не посчитали. Сколько прибыль. Охранник прибыл, кстати. Можно будет его поставить... Наверное, вот на этот товарняк. Дополнительная оплата за перевозку грузов будет у нас с вами идти. Так, ну а станция ТО стоит 80 тысяч. Вообще, у меня получается 8 уже составов мотается, да? Любитель железных дорог. Величное количество пассажиров, выезжающих из городов с вашей станции на 8%. Ну, тут вряд ли кто-то будет соревноваться, поэтому... Доступа пока еще нет конкурентам, так что мы все это дело сами возьмем. Без всяких проблем. Отлично, получили. Сколько в итоге? 7. Вот 7 путей, которые приносят. И надо бы сделать, получается, еще один какой-то, да? Потому что 8-то оно 8, но этот-то не приносит денег. Так, он и не будет приносить, потому что он на склад приезжает. Так, кочегар прибыл. Берем кочегара. Ну и как быть? Давайте, наверное, здесь поставим станцию, да? Здесь поставим... Подсоединим этим с путями и пустим яблоки. Потом яблоки, конечно, я переделаю. Топограф прибыл. Туннели чем считается стоимость... Хорошо. Возьмем пока топографа, но если будет другой, поставим другого. Значит, поставим здесь две станции. Немножко, наверное, подальше, потому что если вдруг пускать в другое место, то... Здесь обрыв, который мне не нравится. Но это вот так вот. 50 тысяч будет стоить дорога. Будем копить. Будем копить. Он уже поехал обратно. Надеюсь, он будет ждать. Дорогу я покупаю. Теперь надо будет накопить на башенку, да? И... На локомотив носом. Тридцатка, еще тридцатка 60 тысяч надо будет. Ну, в принципе, я думаю, это не проблема. Поломался, понятное дело. Пока ни одной станции, то вообще нету. Охранник еще прибыл. Ну, вот охранника тоже, в принципе, можно будет куда-нибудь взять. Ну, давай вот сюда вот. Здесь как бы тоже мы получаем прибыль. Пока вечны хватает, да? Но здесь из-за того, что город не растет, не тот, не тот, всего, в принципе, хватает. Рыбу, пшеницу. Ну, пшеницу, по-моему, я не могу здесь брать. Пшеница закрыта пока у меня, да. Но я могу возить рыбу. Но для этого нужно построить склад вот здесь все-таки. Вот один здесь склад уже есть. Сюда мы потом яблоки повезем, рыбу повезем. Ну, и потом как бы здесь потребуется побольше свинины. Но это потом, совсем потом, когда у нас город будет развиваться. Ну, ставь башню-то. Отлично. Теперь локомотив. И, в принципе, я так думаю, что должно быть как раз уже восемь составов, которые приносят среднюю прибыль в четыре с половиной тысячи баксов. Со складом вот так вот не выходит, потому что склад в минус идет. Хотя свинины на складе нет. Так, я могу уже пускать локомотив. Вагонов пока никаких нет. Нанимать пока некого. Все, поехал. Это у нас получается восьмой состав. И, по идее, мы сейчас должны с вами выполнить это задание. Тогда сейчас будем копить на станции ТО. Одну хочу построить здесь, вторую построить здесь. Проводник прибыл. Вот проводника можно будет взять. У нас проводников-то не хватает. Допустим, вот сюда поставить проводника. И еще мне требуется один проводник. И все будет шикарно. Первым делом, наверное, поставлю на склад. Потому что сюда будет чаще возиться. Здесь будут возиться и яблоки, и рыба. И город будем развивать. Поэтому первым делом вот сюда. Здесь надо сейчас, кстати, указать еще рыба и яблоки максимально. Так, есть 80 тысяч. Ставим первую станцию ТО. Аукционист. Вот, кстати, его можно будет взять. И потом, если что, потом пригодится на этот парень нам. Надо будет накопить на него 21 тысячу. Конкретно для него. И пусть у нас пока он полежит. Ничего не хватило. Вдруг придется выкупать предприятие конкурента. Это у нас уже, кстати, другой персонаж. Поэтому надо будет именно здесь выкупать. Так, все, друг, виси. Чтобы был... Так, ну и, наверное, сейчас здесь накоплю на станцию ТО. Машинист прибыл. Машинист. Давай попробуем поставить вот сюда машинистом. Отлично. Ребята спелись. Пока минус 5, да? Прибыли никакой нет. Странно. Вроде как в город, да? Должны прибыль получать. Да, в 3,5 тысячи, кстати, есть. Но пока считают, что 7. Ладно, допустим. Накопили мы свои 80 тысяч. Строим здесь станцию ТО. И считаю, что здесь уже ломаться никто не будет. Хотя это и так заметно, но ваш успех подкрепляет мою точку зрения. Сейчас железная дорога привлекает к себе огромный интерес. Ваша следующая цель Лондон. Самое сердце Соединенного Королевства. Боюсь, что нам предстоит изрядно потрудиться. Многие землевладельцы отказываются продавать земли. Тем самым преграждая нам путь к Лондону. Соединить два горных населения, которые превышают 35 тысяч населения. И соединить Лондон и Ливерпуль. А где у нас находится Лондон? Так, сразу на паузу поставлю. Лондон должен быть... Дублин. Где Лондон? Дерри. Белфаст. Дублин. Слайгом. Голуэй. Килкенни. Уэтерфорд. Лимерик. Корк. Трали. Так, ладно, наверное, будет проще найти вот таким вот образом. Потому что должен появиться этот... Возможность соединиться с Лондоном. Нет? Не понял. Странно. Наверное, пока не будет населения в 35 тысяч в двух городах, я ничего не смогу сделать. Правильно? Скорее всего, так оно и есть. Прямо вот... Вот сто процентов так оно и есть. Хорошо. Первым делом тогда вот это вот мы с вами сносим. А нет, пусть он, наверное, доедет. Я получу за это бабло. Снесу все здесь. Вот эту вот станцию снесу. Она потому что здесь не нужна. Потому что здесь я буду строить склад. Потому что склад важнее всего, чем вот эта вот станция. Давай, друг. Очень медленно все это дело разгружается. Очень медленно. 100 очков инноваций у нас есть. Замечательно. Значит, продаем тебя. Продаем тебя. Продаем тебя. Башню тоже продаем. И тебя тоже пока продаем. 217 тысяч в итоге мы получили с вами. Здесь у нас станция есть. Пусть остается. Нам надо же с вами соединиться ее со складом сюда. И здесь развивать города. Ну, я не знаю, на какой путь лучше поставить. Попробую, наверное, как-то вот здесь это все сделать. Здесь придется все это объехать. Так, 9% уклон. Ну, мне кажется, он здесь должен как раз вверх этот 9% уклон идти. Никак не вниз. Может быть, здесь станцию переделать? Хотя мне, по идее, надо будет сюда возить на склад. Яблоки. Ладно, пусть, наверное, будет так. 133 тысячи, да? Мост большой. Ну, тут по-любому, потому что здесь дорога проходит. Здесь никак лучше я не сделаю. Ладно, пусть остается. Пока путь один. Строим, значит, здесь еще и башню. Наверное, где-то ближе к мосту, потому что второй путь будет идти от рыбы. У нас здесь, насколько я понимаю, нет яблок. Да, яблок вообще нет. Немножко рыбы есть. Вот как раз яблоки мы с вами и будем сюда возить. Вагонов никаких нет. Отсюда. Сюда. Поехал. Так, сто очков инноваций. Уличность прибыли от перевозки посылок на 10%. Это крытая кабина. Идем сюда. Посредник. Отыскивает недостатки в выставленных на аукционах лотах, но тем самым уменьшает расходы на следующий успешный аукцион на 25%. Ну, блин, тратить на него 24 тысячи. Как бы сейчас это неприбыльно. Поломка плохое состояние. Так, дальше у нас будет здесь с рыбой. Иначе будем копить сейчас деньги на постройку станции. Первым делом, наверное, будем развивать Ливерпуль. Так как это наш основной город. Начальник станции есть. Отлично. Берем начальника станции. Строим здесь станцию. Какой-то туннель построил, друг. Зачем мне туннель-то здесь? Вот сюда, наверное, и вот сюда. 127 тысяч. Это круто. Это круто. 127 тысяч. Пойди сейчас должны прибыть яблоки. Рост должен пойти. Потому что как бы все остальное есть, кроме пшеницы. Пшеницу я не смогу добыть. У меня к ней нет доступа к этой пшенице. Ну и пока я Лондон не нашел-то еще. А, вот Лондон. Отлично. Вот и Лондон. На карте он отображается вот здесь вот. Отлично. Я понял. Далеко придется вести путь-то. Не маленький будет. До какого года, кстати, вот этого? 33-й год. 128 тысяч. Много. Много. Но у нас пока мяса хватает, да? Ветчины у нас, в принципе, нормально. Да, город пошел расти. Город пошел расти. Когда будет тридцатка, надо будет возить говядину. Говядину, в принципе, здесь есть. Ее тоже можно будет возить на склад. То есть вот так вот пути соединить, да? И сюда отправить. Либо через башню. Ливерпуль вырос. На сороковке надо будет строить предприятие, да, здесь? Так. А предприятие, наверное, лучше построить вот здесь. Либо вот здесь. И сюда возить как раз вот эту вот овечью шерсть. Потому что больше нигде здесь нет поблизости. Здесь закрыто. Здесь закрыто. Здесь будет только вот этот вот доступ. Да, только одно предприятие можно будет задействовать. Значит, тогда надо будет развивать Манчестер. Ну ладно, сейчас тогда опустим мы с вами путь и запустим рыбу. Отлично. Теперь надо будет здесь сделать съезды-разъезды. Так. Ну и здесь тоже самое, да? Значит, Симафор теперь здесь ожидающий, и Симафор здесь ожидающий. Здесь вот в эту сторону у нас поехал. Блин, я не могу поставить здесь... Что за глупости? Примерно вот здесь. Примерно вот здесь. Примерно вот здесь. И примерно вот здесь. Странно, почему он не ставит. Ну да ладно. Ну и требуется локомотив с рыбой. Отправим сюда рыбу, и будем тогда копить деньги на то, чтобы построить здесь склад, и здесь развед предприятие. Ой, город. Здесь требуется как раз рыба. Все остальное есть в наличии. Вот как раз рыбку можно будет возить. Опять же, так же указываем. Получается здесь яблоки, указываем здесь рыбу. Ну, а все остальное пока закрыто. Потом укажем здесь, наверное, все-таки мы еще... Вообще, в идеале, конечно, склад бы второй лучше бы здесь построить, да? Сюда бы возить ветчину. Это у нас что? Овощи, кстати, да? Третий продукт. Но это когда уже есть очень много денег. Пока денег маловато. Так не получится. Ливерпуль растет, между прочим. Я могу уже добавить локомотив и пустить состав с рыбой. Кстати, здесь, наверное, придется указать на складе четвертый путь. Ну и все. Состав с рыбы поехал. Я вот думал, может быть, ему нужно поставить еще одну башню. Мне кажется, он вряд ли туда доедет. Да, уклон в 5%, конечно же, он его еле-еле поглощает. Так, здесь у нас что? Количество пассажиров. Надо бы докопить 200-ку фановаться, потому что я лучше вот это вот открою. Здесь тяговая мощь увеличится у всех локомотивов на 5%. Скорый товарно-пассажирский. Грузы, кстати, вот грузы. Грузы, грузы. Здесь лучше Филадельф. У него тяговая мощь выше, чем у Айрондака. Кочегар прибыл. О, отлично. Давай попробуем поставить Кочегар. Хорошо. Мы с вами купим 200 тысяч на постройку склада. Было бы классно, если можно было где-нибудь его запилить вот здесь. О, нормально. Вообще класс. А вот если бы вот этот поставить, это бы вообще было бы шикарно. Они бы сами могли бы тут распределять. Можно даже как-нибудь. Я могу два задействовать? Могу, но не очень удобно. Ну, как-то если вот так, может быть. Ну, так 300 тысяч требуется. Не, я лучше буду 200 копить. 200 накопить и будет все шикарно. Мы тогда с вами сможем второй путь пустить сюда. Да. Прямо сквозь вот эти пути. И все будет шикарно. Ливерпуль растет. 23 тысячи спроса 80%. Как раз сейчас уже вот ему рыбу привезли. А как-то он поехал, мне кажется, не по тому пути, нет? А, не, все правильно. Все правильно. Что-то я немножко перепутал. Так, вот не хватает яблок, не хватает рыбы. Прибыл шпион. Вот шпиона я лучше возьму. Дон Лоренцо. У него очень много... Вернее, у нее будет очень много шпионов появляться. Так что шпионам надо постоянно пользоваться. Так как у нас с очками инновации очень все плохо. Они очень медленно появляются. То шпионы у нас будут в этом плане выручать. Получен колокол. Вот, кстати, то, что я хотел накопить 200 очков инноваций, мне теперь этого делать не надо. Замечательно. Здесь увеличить надежность локомотивов на 12% это хорошо, но сначала надо будет этот вот состав пусть выкупить за сточков инноваций и заменить все составы на Джона Була. На Джона Була. Так, ну давайте, еще 20 тысяч, и я построю склад. Склад, но он опять же, получается, будет без станции ТО. Пока. Поглотить компанию. Райс ферма. Я не хочу ее поглощать. Тратить на это деньги мне сейчас вообще пока не до этого. Так, ну склад. Я могу, в принципе, да, вот этим вот так вот соединиться, все нормально будет. Замечательно. Так, здесь указываем, значит, рыбу, яблоки, все максимально. Здесь, кстати, я поставил максимально. Да, поставил, хорошо. Первым делом, наверное, запустим яблоки. Отдельный такой путь. Сюда. Вот сюда. 30 тысяч. Может быть, как-то получится сократить. Тут какой-то там мост сразу появляется. Ну как ни крути, все равно 30 тысяч. Ладно, хорошо. А, подожди, 30 тысяч атак? Ну, так дешевле все-таки получается. Окей, 30 тысяч. В принципе, это недолго. Вот и, пожалуйста, есть у нас. Ставим, значит, здесь стимофорчики, ожидающие сюда, ожидающие сюда. Здесь пока ожидающие ставить не будем. Надо будет только накопить на башню и на локомотив, и можно опускать сюда уже состав с яблоками. Так, башня и обслуживание. Потом, значит, пойдет состав с рыбой, но надо будет, наверное, здесь нам с вами... Я-то, кстати, вот не думал, может быть, перенести. Мне не нравится уклон. Давай попробуем перенести. То есть я тебя сейчас снесу. Тебя я тоже снесу. Станцию тоже снесу. Построю новую станцию. Может быть, так уклон будет не такой большой. Во! 3% мне кажется нормально. Башня есть. Берем локомотив. Проводник мне нужен здесь вообще. Отсюда. Сюда все правильно. Тот путь, который мне и нужен. Проводника можно будет поставить вот здесь вот. У нас здесь нет проводника. Пусть он здесь работает. Ну и мы с вами накопили деньги еще на один локомотив для того, чтобы ввозить сейчас фрукты. Все. Замечательно. Теперь. Теперь. Надо будет строить путь вот отсюда. Сюда. Сюда. Ну и вот сюда. Только вот здесь мне не нравится. Мы же как-то могли сразу соединиться с этими. Сквозь путь. Во! Вот так же нормально было. Все хорошо. Вот. Вот так мне нравится больше. А! Стоп! Нет. Подожди. Надо будет немножко подальше, чтобы состав-то у меня влез. Уже там будет ждать. И здесь надо, чтобы состав влез. Поэтому немножко вот так вот сделаем. Во! Вот так будет нормально. 83 тысячи. Состав здесь должен, по идее, влезть. Не знаю, может быть, еще меньше сделать. Вот сюда допустим, да? Так, а здесь вот сюда. Ну и опять начинается. Вот. Вот так состав точно влезет. 87 тысяч. Будем копить. Рекрутер. Но рекрутер мне не нужен. Я пока не хочу никого переманивать. Яблок мало. Яблок потом будет побольше. Сюда бы, конечно, возить, получается. Да? Вот между этими городами. Рексом и Манчестер. Ну, это так, заморачиваться надо будет с путями. Это возможно только тогда, когда уже будет хорошо с деньгами у нас. Поломка плохого состояния. Придется тебе потерпеть. Так, деньги есть. А, 88 тысяч. Блин, я думал 83 тысячи надо будет. 88 тысяч надо будет накопить. Плюс ко всему, еще потом надо будет здесь сделать съезды, разъезды, установка семафоров. Может, кстати, тебя перенаправят на третий путь? Вот сюда вот. Или вообще на первый? Потому что потом, когда я здесь сделаю вторую дорогу, будет на вторую. Вот надо будет по поводу этого подумать, кстати. По поводу перенести. Пока давай здесь покупаем. Ну и вот здесь мы с вами делаем съезды, разъезды. Здесь, наверное, не получится, да, сделать съезд. О, нет, получилось. Отлично. А, вот здесь не получается. Вот здесь не получается. Тогда надо будет наоборот. Ну, выдели мне эту дорогу, спасибо. Да, здесь не выходит. Ой, аж только аж вот так вот. Ну ладно, пусть будет так. Там все нормально. Ставим сразу туда здесь семафоры. Здесь ожидающий, здесь тоже ожидающий. Здесь в эту сторону поехал. Нормально. Здесь сюда. Вот, тут хорошо. Тут хорошо теперь здесь ожидающий, здесь ожидающий, здесь ожидающий и здесь ожидающий. Так, ну а здесь опять надо будет соединяться, да? Так, семафорчик, значит, сюда. Сюда. Ну что, мне, в принципе, нравится. Надо будет только накопить на локомотив, пустить его состав этот с рыбой. Ну и, в принципе, на сегодня будем заканчивать серию. Пока вроде все идет хорошо. Ливерпуль продолжает расти. Уже, получается, скоро будет 30 тысяч. Ну и как раз потом запустим рост Манчестера. Длиннейший путь Magic Trains. Путь длиной в 2000 километров. Magic Trains. А как наша компания-то называется? Я уже забыл. Ресорная подвеска. Улицкая из пассажиров выезжающих. Ну, давай возьмем. Деньги пока есть. Пускаем локомотив. Поехал. Так, а ты, друг, у нас получается на склад, тогда на четвертый путь. Все. С этим разобрались. Составы все пустили. Манчестер будет расти. Потом в Манчестере построим предприятие. Надо, кстати, посмотреть, сколько будет стоить предприятие-то. Ткацкая фабрика пока неизвестна, но я так думаю, 1400 как раз она и будет стоить. Потом ателье можно будет построить в Ливерпуле и делать там шмотки. Пока все хорошо. Пока будем копить деньги. Деньги надо копить. Следующий у нас, получается, здесь будет тридцатка. Это говядина. Кстати, прибыл еще бухгалтер. На новую локомотиву стоимость уменьшает. Это хорошо. Блин, но жалко, он не подходит. Ах ты, блин. Жалко-то как. Не подходит. Я даже не знаю, как с ним быть. Наверное, пока я его брать не буду. Локомотивы, в принципе, пока стоят недорого. Может появится какой-нибудь другой бухгалтер. Все. На сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok